Лепестки роз стали ингредиентами для коктейля. В этом необычном цветочном баре привычным напиткам дают новую жизнь. Роза дает специфический вкус, но в основном она для красоты идет. Очень освежающий и сладкий. У меня сладкий и немного травянистый такой вкус чувствуется. Дары садов в музеоне можно не только попробовать, но и увидеть. Десятки удивительных маленьких садиков представили участники международного фестиваля Moscow Flower Show. Яркие флористические композиции, необычные декорации и арт-объекты. На несколько дней центр города превратился в настоящий цветущий оазис. Там за оградой сумасшедший дом, а тут хорошо. Сад умиротворения привлекает не только соломенными пуфами. Все тянутся посидеть на коленях у медитирующего кота. Автор скульптуры, обладательница, казалось бы, не женской профессии, сварщик Александра Ивлева. Это медитирующий код, который должен вот здесь позволять сесть или лечь людям. То есть он должен иметь возможность, давать людям возможность, чтобы они могли к нему прийти. То есть прийти, и можно его будет трогать, сидеть, ложиться. То есть как бы и вот он эту энергетику будет людям передавать. Среди разнообразных садовых композиций выросла настоящая библиотека под открытым небом. Здесь, в саду забытых книг, можно найти совершенно разную литературу. От Максима Горького до курса по физике. Причем организаторы не против, если книги возьмут с собой. Но взамен лучше принести свою. Сейчас, в общем-то, многие пользуются интернетом. Я думаю, что когда книга в руках, это доставляет больше удовольствия. А на свежем воздухе, наверное, вдвойне. На свежем воздухе вдвойне, да. Растения в садах можно разглядеть буквально со всех сторон. Полезно специалистам, ведь узнать растения можно не только по форме крон, цветам и листьям, как еще научат в музее корней. Как говорил Казьма Прудков, все идет от корней. В общем-то, корни, вот они все разные. Зная, как выглядят корни, можно предположить, как растение себя повезет в саду и, соответственно, уже проектировать цветники. Фестиваль садов в музеоне завершится 5 июля. Вход на территорию 500 рублей. По льготному билету 250.